Так, коллеги, добрый день еще раз. Все, кто хотели, все пришли. Приветствую вас еще раз. Давайте начнем. Продукт от компании E-STAR ATS N-серии. Данные станции позиционируются как аналоговый ATS с возможностью работать в AIP-сетях. И в модельном ряду есть две модели. Это E-STAR N-412 и E-STAR N-824. По структуре станции начнем с младшей модели N-412. Выглядит она как MyPBX-стандарт, то есть используется такой же пластиковый корпус. На передней панели расположено состояние станции. Сюда включена индикация непосредственно работы самой станции плюс индикация сетевых подключений. Далее идут статус аналоговых телефонов FXS портов и статусы FXO, аналоговых портов для внешних линий. На задней панели расположены сами порты для FXO и FXS. Также здесь имеется LAN-WAN для подключения сетевых подключений, возможность работать в разных сетях. Кроме этого, здесь имеется разъем для подключения микро-SD-карты. Станция имеет две комплектации. Базовая комплектация, она поставляется с двумя аналоговыми линиями для работы в городских сетях для подключения внешнегородских линий и восемь аналоговых линий для подключения телефонов. Кроме того, имеется поддержка до четырех СИП-линий для работы в своих операторах и до восьми СИП-абонентов. Станция имеет восемь одновременных вызовов. Максимальная комплектация данной станции – это четыре аналоговые линии для работы с городскими сетями, 12 аналоговых линий для подключения телефонов. Также имеется четыре СИП-линии и восемь СИП-абонентов. То есть количество СИП-линий и СИП-абонентов увеличить невозможно. При этом количество одновременных вызовов также остается восемь. Для того, чтобы увеличить количество внешних и внутренних линий, используются модули O2 и S2. То есть стандартные модули, которые поставляется компанией E-Star. То есть каждый модуль на две линии. Если же есть потребность вместо FXO использовать BRI, таким образом можно приобрести BRI модули B2, подключить, и вместо FXO у вас будет возможность работы с BRI линиями. Теперь структура станции N824. На передней панели расположены индикация и порты для подключения 24 аналоговых линий телефонных и до 8 линий FXO для подключения городских линий. На задней панели есть два разъема ТЭЛКа. Кроме того, имеется разъем для подключения SD-карты, есть порт LAN, есть консольный порт. Станция имеет одну единственную комплектацию, ее нельзя ни увеличить, ни уменьшить. Соответственно, вы покупаете именно то, что есть, и никак ее изменить нельзя. И в комплекте входит 8 городских линий, 24 линии для подключения аналоговых телефонов, 8 СИП-линий для работы с СВИП-операторами, 8 СИП-аппонентов и 16 инновременных вызовов. Далее мы поговорим о возможностях станции, и это основные возможности, те возможности, которые требуются непосредственно заказчикам. И из перечисленного, естественно, это работа с IVR, возможность маршрутизации вызовов, возможность обработки вызовов, здесь имеется в виду обработка вызовов в группах и очередях, конференц-комнаты, естественно, сейчас наиболее, наверное, востребованная функция – это запись всех разговоров, автоматическая запись. И как бонусом идут возможность работы в АИП-сетях, то есть поддержка протокола СИП, и, конечно же, мобильный номер, что позволяет сотрудникам быть мобильными, а не привязанными к местному. Если говорить о списке вообще всех возможностей, то станции поддерживают более 30 возможностей, которые закроют любую потребность заказчика. Здесь есть IVR, и конференции, и записи, и такая полезная функция, как автоклип, которая запоминает пару внутренний абонент, внешний абонент, и в случае, когда внешний абонент перезванивает обратно на ваш городской номер, то станция соединит его непосредственно с тем внутренним абонентом, минуя IVR и секретаря. То есть это очень удобно. Здесь есть захват, вызовы, ДНД, режимы ожидания, горячие линии, рабочий сэй, коллбэк, интерком и многое-многое другое. То, что, как я уже говорил, закроет любую потребность вашего заказчика. Ну, конечно же, говоря об аналоговых станциях, нужно не забывать, что на рынке довольно-таки много традиционных аналоговых станций, которые сейчас есть, которые сейчас продаются, и я решил сделать небольшое сравнение по основным функциям, которые требует заказчик. Итак, одна из основных функций – это запись разговора. Для того, чтобы автоматическую запись разговора внедрить в традиционный АТС, вам потребуется как минимум дополнительное оборудование. То есть это непосредственно сам сервис записи разговоров, это необходимо прикупить сплитер на каждую линию, необходим ПК либо ноутбук, специализированный ПО. Поэтому, соответственно, если вы хотите в аналоговой станции традиционной внедрить автоматическую запись разговора, вам как минимум потребуется потратиться на все вот эти дополнительные вещи. В N-серии же все это реализовано иначе, все встроено в систему, существует две записи. То есть первая запись – это запись по нажатию, когда во время разговора абонент нажимает на кнопку, и разговор начинает записываться. И вторая – это, естественно, автоматическая запись, настраиваемая, где вы указываете, что записывать, какие направления, какие линии, каких внутренних абонентов, стоит ли записывать конференции и так далее. Довольно-таки гибкая, все просто, не требует никаких затрат дополнительных, все идет в базе, в комплекте. Кроме того, хранится это все либо на твердом носителе microSD-карта, либо вы можете настроить хранение где-нибудь в сетевой папке, в сетевом диске. Как вы видите, по объему достаточно нетребовательный, то есть на 64 гигабайта вы можете записывать практически 123 тысячи минут разговора. Это, ну, довольно-таки прилично. Следующая из важных функций – это IVR, автоответчик. В традиционных станциях такого типа, как правило, глубина IVR составляет не более трех, то есть это, грубо говоря, три уровня вы можете настроить, используя приветствие. В N-сери это до 20 уровней, можно сделать довольно-таки глубокое, обширное меню. Кроме того, в традиционных АТС вы не сможете загрузить нормальный, качественный звуковой файл. То есть такие приветствия записываются непосредственно с аналогового телефона, который подключен к самому станции. В случае же N-сери вы можете либо с телефона записать, либо заказать хороший, качественный звуковой файл и загрузить его через веб-интерфейс. Для многих клиентов это важная опция, когда в приветствии играет хороший, качественный файл без каких-либо дополнительных шумов. Далее это конференция, тоже востребованная функция. В традиционных станциях это до пяти участников, и, соответственно, там нет никакого управления. В N-серии 8 участников в младшей станции N-412 и до 16 участников в старшей станции N-824. При этом у вас есть управление, то есть вы можете приглашать участников, удалять участников, управлять звуком, мьютить, либо давать голос, и вы можете полностью блокировать конференцию. То есть у вас туда подключились определенные люди, чтобы никто случайно туда не подключился, вы можете поставить либо пароль, либо полностью заблокировать. Это делает администратор конференции. Делается с помощью старкодов. Следующая одна из востребованных функций – это, конечно, работа с очередями. В традиционных станциях, как таковых, очередей нет. Соответственно, там нет никакой стратегии по работе агентов. Естественно, вы не можете использовать анонсы, то есть сообщать вашим клиентам, сколько времени они будут ждать, какой он находится в очереди и так далее. Естественно, нет музыки в ожидании. Естественно, нет никаких возможностей подгрузить какие-то рекламные сообщения во время ожидания клиента в очереди. То есть, опять-таки, в N-серии это все реализовано. У вас есть четыре типа обзвона агентов. У вас есть анонсы. Вы можете использовать любую музыку в режиме ожидания, загрузить ее через веб-интерфейс. Также вы можете загружать какие-то свои собственные ролики также через веб-интерфейс. Ну и такой основной перечень по функциям, опять же, наиболее востребованным, традиционные – это S и N-серии. Как уже говорилось, IVR – это три уровня, в N-серии – это 20 уровней конференции до пяти участников, в N-серии – это 8-16 участников, в зависимости от того, какая у вас станция. Соответственно, автоматическая запись разговора, функция автоклип, очередь. Также есть функция контроля разговоров. Для тех, кто не знает, вы можете назначить главного менеджера и подчиненный этому менеджеру. Главный менеджер может внедряться в текущий разговор, либо прослушивать, либо давать советы сотруднику, либо использовать полное внедрение, включается режим конференции. Также это есть парковка вызова и голосовая почта. И как бонус каналоговой станции – поддержка протокола СИП, которая вам позволяет более гибко использовать маршруты, исходящие, потому что, как правило, в ВАИП операторов цены гораздо ниже, чем у традиционных операторов. Следующий раздел – это использование станций. Также часто пользуется такая вещь, как удаленный сотрудник. Удаленный сотрудник, во-первых, он может быть мобильный, это может быть сотрудник, который перемещается, либо это может быть удаленный сотрудник, который отработает дома. Сейчас это тоже востребованная вещь, потому что удаленным сотрудникам нужно платить гораздо меньше. То есть можно сэкономить на зарплате, имея удаленных сотрудников, которые будут выполнять какую-то не очень критичную работу, и ему нет необходимости находиться в офисе. Соответственно, в традиционных станциях данной возможности нет, так как любой абонент, который подключен из станции, он подключен физически. И, соответственно, он должен работать в офисе. То, что касается N-серии, так как есть поддержка ВАИПа, есть протокол СИП, то ваши сотрудники, мобильные или удаленные, могут работать где угодно. Могут работать в командировках, могут работать, находясь дома, в гостинице, где угодно. Протокол СИП позволяет совершать и принимать звонки в любом месте, где есть интернет. То есть это может быть любой стационарный телефон, если мы говорим о домашнем сотруднике, который работает из дома. Либо это может быть любой софтфон, установленный на ваш мобильный телефон, планшет и так далее. Еще одна из таких функций, которые, не сказать бы, что востребованы, но очень удобная. Клиенты и, в принципе, любые люди к этому уже привыкны, но почему-то в традиционных станциях до сих пор этого как бы нет. Это, естественно, системные сообщения. Если сотрудник куда-то совершает звонок, как правило, он слышит сигнал «занято», и после этого вызов завершается. Либо идет переадресация без какого-либо дополнительного сообщения. В станции N, естественно, реализованы все системные сообщения. Можно использовать различные сообщения для различных ситуаций. Естественно, на русском языке есть набор сообщений, которые уже загружат станцию. При желании вы все эти сообщения можете изменить на свой вкус или по каким-то другим причинам, если вам нужно какое-то дополнительное оповещение при том или ином действии. Следующий немаловажный фактор – это, конечно же, настройка и обслуживание станции. Как правило, в традиционных станциях используется либо программный телефон, либо программное обеспечение, установленное на ПК, либо ноутбук, и подключено физически с помощью USB-провода. Кроме того, сотрудник, который это делает, он должен быть профессионально подготовлен, он должен знать, что он делает, и сделать он это может только локально, непосредственно в офисе. То есть, если у вас какой-то наемный сотрудник, для того, чтобы что-то изменить в станции, либо поправить какую-то ошибку, человек должен выехать к вам в офис. После того, как он приезжает, он может провести какие-то работы. То, что касается в N-серии, то здесь традиционно уже дружественный веб-интерфейс на русском языке, который лаконичен, логичен и понятен. Соответственно, не требует особых профессиональных знаний. Любой маломальский инженер, понимающий логику работы телефонной станции, может легко ее настроить без каких-либо проблем. Кроме того, станция работает в IP-сетях, соответственно, у нее есть веб-интерфейс, она может быть доступна откуда угодно, с любого места, где у вас есть интернет. Вы можете использовать либо ПК-ноутбук, либо это может быть планшет. Вы даже можете подключиться с мобильного телефона, если он у вас достаточно большой и позволяет просматривать. Ну, все зависит от вашего удобства. То есть, опять-таки же, по сравнению с традиционным станцией, традиционная станция, локальная настройка, профессиональный сотрудник, N-серия, маломальский инженер, который понимает, как работает станция, возможность настройки управления с любого места, где есть интернет. Это тоже очень удобно. Это время реакции, как быстро будут решаться ваши проблемы, если они вдруг возникнут. И еще один дополнительный бонус, плюс в N-серии, это, конечно же, АМИ-интерфейс для разработчиков, например, компания МИКО с помощью АМИ-интерфейса может подключить станцию к 1С, что тоже становится удобно. Вы будете получать какие-то информационные сообщения при входящих и исходящих звонках, которые будут вам подгружаться из 1С. Кроме того, в станции предусмотрены взаимодействия с различными системами сериалов и ERP. Если вам это нужно, если вы это используете, в принципе, внедрить это не проблема. Есть мануалы, которые вам позволят это сделать. Ну и как итог, как решение, как это все выглядит. В традиционной сети это выглядит следующим образом. У вас остановлена аналоговая станция, у вас есть какое-то количество городских линий, у вас есть какое-то количество аналоговых телефонов. Грубо говоря, вы достигли максимума, вы никак не можете расшириться, вы работаете физически в одном месте и не можете передвигаться. То есть традиционный АТС. То, что касается N-серии, то, что касается аналоговой части, здесь полностью сопоставляется с традиционными станциями, но у вас есть дополнительная возможность. Вы можете использовать ваип-линии для более выгодной маршрутизации звонков, более дешевых, более гибких. Вы можете использовать СИП-телефоны для удаленных сотрудников или для мобильных сотрудников. Соответственно, таким образом, вы к традиционной аналоговой части получаете большой бонус в виде поддержки протокола СИП. Кроме того, для N824 станции разрабатывается CTI-приложение, которое устанавливается на смартфон или планшет, позволяет видеть статусы абонентов, позволяет отображать пропущенные вызовы. Вы с этого CTI-приложения можете инициировать вызов, перевод звонка, использовать функцию запись разговора, удержание вызова и так далее. Основной плюс данного приложения, что вы можете подключить это к аналоговому телефону. То есть, устанавливаете клиент на смартфон, в настройках станции, в настройках номера указываете, куда будет приходить звонок, либо на физический телефон, либо на CTI-приложение. Таким образом, вы становитесь более мобильным, используя аналоговый телефон на своем рабочем месте. Нужно сказать, что приложение находится в статусе бета. В итоге всего сказанного, что мы имеем? Непосредственные преимущества станции N по сравнению с традиционными телефонами, это, конечно же, никаких лицензий на дополнительные функции. То есть, никаких лицензий не продается, вы их не купите, их просто нет. В станции предусмотрен весь функционал, и он, естественно, бесплатный. Это автоматическая запись разговоров, которая станция встроена, которая записывает все разговоры, которые также являются бесплатно. Это протокол SIP, то есть, который позволяет вам работать более гибко, выбирать более удобных для клиента операторов, экономить нисходящих звонков. Это мобильный номер, также с помощью протокола SIP, либо с помощью CTI-предложения. Возможность интеграции CRM-системы и еще одним, конечно, бонусом, который компания P-Matic всегда предоставляет, это бесплатная техническая поддержка для наших партнеров и клиентов, которые приобрели оборудование у наших партнеров. И как итог, розничная стоимость станций. N412, максимум до 12 аналоговых абонентов, до 4 аналоговых линий городских, до 8 SIP абонентов, до 4 линий, 8 одновременных вызовов. Цена вы видите, цена указана в базовой комплектации, когда у вас 8 аналоговых, есть возможность получить 8 аналоговых телефонов и возможность работать с двумя аналоговыми городскими линиями, естественно, максимальная комплектация. И розничная стоимость станции N824, 24 аналоговых абонента, 8 аналоговых линий, 8 SIP абонентов, 8 SIP линий и 16 одновременных вызовов. Цены указаны розничные, по которым станции будут продаваться на рынке. Ну и как итог, так как оборудование относительно новое, которое появилось у нас на рынке, на первую покупку вы имеете 10%. Что здесь имеется в виду? Каждый из вас, каждый из наших партнеров может купить по одной станции с дополнительной скидкой 10% от своей стоимости. Станции N824 уже доступны для заказа, они имеются на складе. Станция N412 будет доступна с 1 августа. Всем спасибо. Если у вас есть вопросы, готов на них ответить. Коллеги, я так все хорошо рассказал, что нет вопросов совсем. В принципе, любые вопросы, которые у вас возникнут, вы можете написать мне на почту, она указана в левом нижнем углу. Любой вопрос, либо это технический вопрос, либо это маркетинговые вопросы. На любой вопрос я постараюсь вам ответить. если вопросов больше нет, тогда всем спасибо за то, что посетили наш вебинар. Кстати, хочу проанонсировать, на следующей неделе у нас планируется вебинар по линку, то есть интеграция телефонов, то есть линейка Т4 Ялинк и Линк. Еще раз всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok